Добрый вечер, дорогие друзья! Вчера в Самаре закрылся 6-й съезд градозащитников России. Вот очень гордо звучит. 6-й съезд градозащитников России. И директор школы Инна Крылова представляла новый проект развития школы наследия. И в том числе говорили о международном участии. И должна сказать, что открывал страницу международного сотрудничества со школы наследия словист Федерико Росси из Италии. И сегодня у нас в гостях еще один выдающийся словист и выдающийся путешественник, исследователь русской архитектуры, профессор Уильям, я произношу, Брамфельд всегда. И это правильно? Это правильно. Но вот всюду и в интернете, и на обложках книг написано Уильям Брамфельд. Это слог закрытый, поэтому Брамфельд, если позволите. И лекцию, которую будет читать сегодня господин Брамфельд, имеет свой подзаголовок или верхнюю строчку. Фотография как памятник. Я бы еще его, может быть, перефразила. Фотография как наследие. Это абсолютно новое явление в новом времени, в новейшем времени мировом. Я бы хотела, может быть, задать вам вопрос, что для вас фотография. Притом вы пережили эпоху перехода от пленки к цифре. Вы работали преимущественно в черно-белой фотографии. А, например, мы сегодня будем говорить о Прокудиной-Горском, и будете вы показывать цветную фотографию. Вот что это означает для понимания исследования наследия? Вот эти перемены. Вы живой участник этого процесса. Да, спасибо. Во-первых, спасибо за приглашение. Вы делаете просто огромную работу. Школа наследия, аркнадзор. То, что вы делаете, это абсолютно необходимо. Я добавлю, я еще не совсем привык к московскому времени, прилетел вечером в пятницу, так что я между двумя континентами, или контингентами. Но думаю, что справимся. Да, очень-очень хороший вопрос. Я начал фотографировать от лета 70-го года. Это первая поездка в Россию, в Советский Союз. Купил свой первый аппарат именно для этой поездки. Тогда цветные депозитивы. То есть цветные депозитивы. И я немножко еще об этом поговорю. А потом, когда в Гарварде, когда преподавал, начал заниматься всерьез, печатал свою работу, и понял, что черно-белая фотография – это золотой стандарт для любого серьезного фотографа, тем более для искусствоведа. Это просто, это единственное в то время архивное средство, черно-белая фотография. И когда Национальная галерея искусства, когда они начали собирать мою работу весной 85-го года, это опять повторяю, Национальная галерея искусства в Вашингтоне, один из крупнейших музеев в мире, они начали собирать мою работу. И они интересовались только черно-белой моей работой. Я всегда носил два аппарата, если не три. Для широкой пленки, для узкой пленки, для черно-белой пленки, для цветной пленки. Так что я очень ценю вот эту черно-белую фотографию. Там просто резкость, контраст, чувство объема. Но теперь все на цифре можно просто моментально конвертировать. Цветная, черно-белая. Так что это теперь уже праздный вопрос. Но с этой эстетической точки зрения, черно-белая фотография для меня, это настоящая школа для искусствоведа и для фотографа. Так что очень ценю, очень люблю именно черно-белую фотографию. Но за то, что Павел Куденгорский сделал, это необходимо. Потому что он, как мы потом посмотрим, он уловил вот такие краски, которые сейчас, их уже нет. По разным причинам. Так что каждое средство, каждый способ имеет свои достоинства. Я люблю и то, и другое. Но долго снимал на пленке, может быть, слишком даже долго. Потому что национальные... На кодек? Ну, просто национальные галереи, они собирали мою работу, я думаю, вот тут артефакт, там пленка. А потом они сказали, ну, хватит. И они сами закрыли свою лабораторию. Сейчас все на цифрах. Так что... Но не жалею, очень-очень ценю. И, кстати, недавно подарил почти две тысячи своих черно-белых фотографий в Музее архитектуры. Именно Шусева. Ну, вот у нас сегодня особая лекция. Я чувствую четыре линия, такие четырех судьбоносных линий, которые переплетаются между собой. Это, конечно, судьба самого господина Брамфилда. Потому что это, конечно, фантастическое переплетение обстоятельств и формирование своей судьбы. У меня вопрос будет, как вы стали словистом, как это получилось. А потом, конечно, линия Прокудина-Горского. Это тоже судьба восхитительная совершенно, его наследие. Потом, конечно, коллекция Прокудина-Горского, ее судьба. И, наконец, вы затронули этот вопрос. В конце судьба вашей коллекции, потому что она огромна. Может быть, мы об этом поговорим в конце, после лекции. А вот сейчас, как вы стали словистами? Как становятся словистами? Вот какой толчок внутренний происходит? Потому что вы посвятили всю свою жизнь исследованию не своей, а чужой страны, которая стала вашей. Россия – это отчасти ваша страна. И если вы откроете Яндекс, наберете Брамфилд, там он как Брамфилд, и слово книги на вас вылетит, просто водопад обложек книг. Сначала будут на английском языке, и ваша первая книга была с цветной фотографией, как я понимаю, потому что она называлась «Золото в лазури». Это тысячелетнее развитие русской архитектуры. Я всегда говорю студентам, мы избалованные люди, мы с вами смотрим на голубое небо, ослаблены золотыми куполами. Этого ни в одной стране мира не существует в таком количестве, как Россия. Меня это всегда поражает. Для меня Кремль – это что-то неповторимое, уникальное. И у вас, например, в 1995 году вышла книга, где говорится об утратах России, «Потерянная Россия», значит, вы болеете за то, какого пласта наследия России лишилась. И потом, конечно, совершенно удивительный альбом, Вологодский альбом, «Русский север». Если вот сейчас вывесить карту и отметить те города, где был господин Браунфилд, и книги, которым он посвятил, мы увидим очень плотную сеть. Это Сибирь, Урал, до Русского Севера, просто вся Россия. Ну вот, как вы стали словистом? И я ухожу, и будет лекция. Спасибо. Я вырос на юге. Я южанин, коренной. Мои предки из Англии в 17 веке, они переплыли. Так что коренной южанин, вырос на юге. Вы, наверное, слышали об этом, о таком романе «Унесённое ветром». Ну, я там вырос. И очень переживал. Вот волновался. В 50-е годы, когда я... Ну, в детстве были такие серьёзные проблемы. Очень серьёзные проблемы социальные. Эти проблемы до сих пор у нас есть в стране. Ну, вы же понимаете, о чём я говорю. И как юноша, я очень думал об этом, мучился, можно так сказать. И потом я открыл Толстого, Достоевского. И сразу чувствовал. Это было такое чувство свободы. Вот это свободное духовное пространство. Другой народ, который тоже думает, борется с такими проблемами. И с этого всё началось. Ну, если позволите, я скажу ещё один момент. В начале... Я потом скажу, но я родился 28 июня 44-го года. Так. Хорошо. В начале 50-х годов. Корейская война. Ну, как все мальчишки там на юге, коммунисты, мы их убиваем, но вы просто играли. Вот так же. Пистолетами и так далее. Один раз отец мой перебил. С улыбкой сказал. Сынок. Я знаю русских. Они хорошие люди. Я их видел. В 18-м он воевал на Восточном фронте. В Первой мировой войне. Мой отец родился в 1895 году. То есть мы с отцом это три столетия. Он видел во Франции, в лагерях в 18-м году русские солдаты, бывшие союзники, они просто Брестского мира уже не воевали с Германией. Их интернировали. Французы их держали в ужасные условия. Отец сказал. Я так жалю. Так жалю. И вот эти слова. Это просто как гром среди белого дня. Первый человек. Мой отец, который видел русских, никогда не забыл. Так что вот такие это вы говорите судьба. А я думаю мистика. Судьба мистика. Но мы еще вернемся к этой теме. Так что через литературу, а потом, когда поступил в Johns Hopkins University в Балтиморе, ну, ничего не зная о литературе, о науке, ну, все там, ну, будущие врачи. Но это мне как-то что-то не под уши. И опять, там был один скромненький человек, который преподавал русский язык. один только. Даже без доктората. И он сунул вот произведение Евгений Онегин. Кто это? Пушкин. Начал читать. До сих пор есть переводы. Так что Пушкин мой учитель. Когда начал заниматься русским языком. Раньше я читал романы в переводе. Так что шаг за шагом я нашел свой путь к русской духовной жизни через литературу. И для меня это просто бальзам. Бальзам. То есть я нашел свое пространство интеллектуальное, душевное именно русской культуры. Потом я открыл это пространство в буквальном смысле. Но все началось с всего. Мама очень любила русскую музыку. Так что это веяние русской культуры. И это на юге. Якобы провинциальное место. Ну все-таки там Фокнер и другие наши великие писатели. Так что мы знали высокую культуру на юге. Но были такие проклятые вопросы и русская литература, русская культура мне показывала, как можно думать о самых серьезных настоящих вопросах. Так что ну что ж, но все-таки мистика. Как бы сказал Рустам Рахматуллин, метафизика. Наверное, да? Да. Хорошо. Ну, я предоставляю площадку полностью господину Бранфилду и лекция будет посвящена одному из центральных исследований его жизни, многолетней. Спасибо большое. Спасибо. Мы будем говорить о моей судьбе с Прокудинем Горским. Но давайте начнем с нашего героя. Есть очень хороший сайт Temple's.ru Храмы России. Наверное, знаете этот сайт. Есть рубрика про Кудинь-Горские наследия. Нажимаем. И там разные хронологии, географии и так далее, и так далее. И если речь идет о биографии про Кудинь-Горских здесь все по годам. Он родился в 1863 году, скончался в 1944 году, 27 сентября. Кандинский Василий тоже скончался в около Парижа в 1944 году. Так что два великих русских художника скончались во Франции в 1944 году. Я уже говорил, я родился в конце июня 1944 года. Так что роковой год. Так что здесь полный каталог его фотографий. из коллекции библиотеки Конгресса. Как они туда попали? Опять мистика. После войны представитель библиотеки Конгресса узнал об этой коллекции. Каким путем? Не знаю. И в конце концов они купили в 1948 году коллекцию стеклянных негативов перевезли в Вашингтон, где они долго лежали. Они там просто никто ими не занимался. Каким путем коллекция попала во Францию? Мы не совсем. Мы не знаем. Это загадка. Знаем, что коллекция появилась не позже 30-го года, потому что есть опубликованные анонсы, где Проколий Морозовский показывает свои цветные изображения, но стеклянные негативы. Он их не выставлял, он их показывал, он их не выставлял. Не было выставок его фотографий. Он их печатал в книжках и путеводителях и показывал как слайд шоу. Это трехчастный негатив, три цвета и очень сложный проектор и вот сочетание вот этих трех слоев или негативов получается прекрасный цветной вид разных достопримечательностей народов Российской империи и так далее, и так далее. Так что это все попало в библиотеку Конгресса. Теперь немножко о начале моей работы в России. Первая поездка летом 70-го года. Купил свой первый аппарат, как уже говорил, именно этой поездки, ничего не зная о фотографии и ничего не зная о русской архитектуре. Словист, словист. Занимался русским языком льго-русской литературе. Это был обмен преподавателями МДУ. Прекрасные преподаватели. Мы учились русскому языку. И была одна женщина, тоже преподаватель, Нина Володина. Она устраивала экскурсии по городу. Иногда я был единственным участник, но все равно она меня сопровождала. Были в нашей написанные списки церквей, ну, вы же понимаете, в 70-м году 800 церквей были закрыты. Но за Москворечи мы ходили, и я начал снимать, ничего не знаю, ничего даже не думаю. И когда вернулся в Беркли, в то время я учился в Калифорний университете в Беркли, в аспиранторе, когда увидел фотографии. Я просто обалдел. Я не знаю, что больше меня поразило. Качество фотосъемки или красота и своеобразие этих московских архитектурных памятников. В основном 17-го века. Так что сразу решил, мне надо туда-обратно. Через год я вернулся по линии научного обмена работа над докторской диссертацией в ЛГУ в Петербурге очень идеальная среда, потому что там везде Петербург, Достоевского, Тургенева и так далее, так далее. Так что я бродил, я бродил по городу с аппаратом, но иногда работал в Ракивове, иногда занимался диссертацией, но и просто наслаждался духом Петербурга с аппаратом, с маленьким, но хорошим аппаратом в руках. Так что потом защитил диссертацию в 73-м и стал преподавать в Гарвардском университете как младший профессор среди словистов. Но все-таки думал, думал об этих памятниках и в Петербурге, и в Москве. В Средневековье классицизм и нашел в лабораторию свою. Гарвард такой богатый университет, они сами не знают, что у них есть. А я просто нашел пустую лабораторию, начал печатать, начал печатать черно-белые мои фотографии. Как школа, я уже говорил об этом, для развития фотографа. И нашел вот наоборот один издатель, очень известный и престижный в Бостоне, нашел, узнал о моей работе, давайте сделаем книгу вашей фотографии о России перед Олимпиадой, Московской Олимпиадой в 80-м году. Но мои коллеги, мои коллеги просто были в шоке. Ну, ты словист или что? занимаешься фотографией, занимаешься русской архитектурой. Зачем? Хотел обратно, я подписал договор для книги о русской архитектуре, о моих фотографиях, или моих фотографиях. И хотел вернуться. Нет, не дадим, денег нет на ваш проект. Так что, хорошие друзья, они назначили меня директором учебной программы в Пушкинском институте. И это меня спасло. Студенты учились русскому языку. Я их редко видел. Бегал, бегал, и так опять судьба осенью, 79-го года я познакомился с Алексеем Ильичом Комичем. Калифей, который скончался 10 лет назад. Это огромная потеря 11 лет назад. И мы как-то в ликарад бегали, иногда даже без визы, тогда был очень строгий визовый режим. Давайте сезим резать. Ну вот, на электричке простое дело, без визы. С Комичем я ему абсолютно доверял. Абсолютно. визы, что вот эта фотосъемка для первой книги, это было что-то, как мы чувствовали вихре эмоций. это огромная страна, все-таки под рукой. Сделаем первую свою книгу. Кстати, Брумфилд, это ленинская библиотека так решила. У через У. Ну, пожалуйста, о произначении Брумфилд. Наталья, вы правы. Так, Золотов Лазори. Ну, все-таки я серьезный словист. Это откуда? Название первого собрания Андрея Белова. И там прекрасное описание русских православных церквей. Ну, вы сами найдете. И еще стихи Юрия Жубакова, пасторна, конечно, есть такое стихотворение преображения. Золото, лазур. Так, я видел это золотые купола, но я понял, что литература это тоже часть русской культуры. И зачем мы их разделяем? Литература, архитектура, история это все переплетается. Ну, все-таки специалисты далеко не всегда думали, как я. и я в конце концов нашел приют в Южном инвестите, частный инвестит имени Тулейна, но Маляне тоже хороший город. Они там любят свою историю, среду. Не очень прогрессивный город. Там не так уж много денег, как в Южной, Далесе, но зато то, а там уникальная культура. Так что, может быть, это тоже божий промысл, что я перебрался в Новый Олеан. Так что, ну, книга вышла, после, ну, были приключения, были сложные, напряженные моменты, особенно после Афганистана. Ну, держались, книга вышла. Фурор, большие рецензии в New York Times, Times Literary Supplement. Чеймс Биллингтон написал целую страницу об этой книге. Первая большая книга о русской актурии с прекрасными фотографиями. Биллингтон даже сказал, фотография это лучшая часть книги. Ну, ладно, не будем спорить. Потом он стал очень большой союзником, большим союзником для моей работы. Я очень ценю его вклад в моей работе. Так что, вот, в 83-м году книга вышла. Получил, стал получать гранты. люди, люди, которые раньше отказывались, а теперь они, да, пожалуйста, господин Брунфилл, профессор Брунфилл, хотите обратно в Россию, пожалуйста, вот деньги. и в 85-м году. Так что, вот и в 85-м году первые два события. В марте 85-го года получил звонок из кураторов в Национальной герой из куста. Мы будем с вашим разрешением, мы будем собривать вашу работу для нашего научного архива. И там это все было решено, потому что, когда уехал в изгнание, когда Гарвард меня выгнал, выгнал, я потерял свою лабораторию. А вдруг один из крупнейших музеев мира хочет печатать мои черно-белые фотографии. Ты будешь работать в России, а потом нам отдашь пленки, мы все сделаем. Так что, вот это решило вот так много проблем, сложных моментов в моей работе. Это просто меня спасло. Опять. Откуда? Ну, я вам скажу откуда. Они увидели статью в престижном журнале о сохранении памятников. Historic preservation называется журнал. Эта статья ну, почти пропала. После Корейской аварии линии, ну, вы же помните, в 83-м году. Редактор этого журнала сказал, мы не опубликуем вашу статью о русской архитектуре. Хотя это церковь. А потом, я был в России в это время, когда получил это, я так взбесился, а потом похитрил. Я найду честного человека, честного редактора. Нашел женщину, она сказала, мы опубликуем вашу статью. Она вышла. Такая победа и человек, куратор Национальной Кореи искусства. Она увидела эту статью, сказала, мы будем собирать его работу. Опять, это чем это объяснить? Чем это объяснить? Это вот очень крутой маршрут. так что вот в 85 году был в Вашингтоне и представитель Библиотека Конгресса, они пригласили меня на переговоры. Есть у нас коллекция фотографий про Кудина Горского. Уже вышла одна книга в конце 70-х годов об этой коллекции, но мы недовольны этой книгой. Мы не будем говорить сейчас об этом, не будем критиковать, но я уже автор известной книги по русской архитектуре, я фотограф, так что вы наш человек будете работать, выберете 80 фотографий про Кудина Горского. Мы их напечатаем, и это первая выставка, первая выставка, первая выставка фотографий про Кудина Горского. И вот показываю это сайт Библиотека Конгресса, Library of Congress, Прокурингорский Empire that was Russia. The Library of Congress особенно благодарна Уильям Румфилд, профессор и так далее, и так далее, куратор выставки фотографий про Кудина Горского Библиотека Конгресса в ноябре 86-го года по мая 87-го года, а потом в других музеях в Америке еще два года эта выставка гастролировала. Так что, опять, из-за переплетений. Но еще, еще, скажем, я даже не знаю, чем это объяснить. Помните, я был в Ленинграде в 71-м, 72-м, занимался своей диссертацией. В конце года ИН-отдел в ЛГУ они нам предложили поезд, путешествия по Средней Азии и Кавказу. Представьте, я был единственный американец, который участвовал в нас. Было 10. Мы жили на Васильевском острове, улича Шепченко, дом 6. Помню. Никогда не забуду. Другая история. Единственное, ну, славные ребята, наша группа, некоторые стали уже крупными учеными. Если что, один. Ну, был еще два француза и так далее. Так что наш маленький международный коллектив участвовали. Но как можно отказаться от такой поездки? Ну, мы еще об этом, может быть, поговорим, что это слепота у ученых, очень узкий взгляд на мир. Ну, мы еще об этом поговорим. Как отказаться от такой поездки? нет, нам надо доделать вот нам нужен серокс, микрофильм. Ну, пожалуйста, но империя Тимура, Самарканд, Бухара. Как отказаться от этого? Ну, что ж, я видел эти памятники более-менее в таком состоянии, как Прокудин-Горский их видел. Как Прокудин-Горский их видел. Ну, они начали, конечно, восстанавливать. Были крупные советские специалисты, которые восстанавливали гор и мир, могила Тимура, Бибиханем, вот мечеть. Но я видел эти памятники более-менее в таком виде, как Прокудин-Горский их видел. Ничего не зная о Прокудин-Горском, ничего не зная его коллекции. Опять, судьба. Когда начал заниматься по просьбе Библиотеки Конгресса в середине 80-х годов, тогда это все для меня было знакомо, так сказать, это наша общая среда. Прокудин-Горский и моя работа. И не только в России, но и в Средней Азии. Это малоизвестная страница в моей работе. И теперь я работаю над книгой фотосравнение моей работы с фотографиями Прокудина-Горского. Вот этот проект уже начался. Есть такой сайт, это Россия сегодня. Вы, наверное, слышали о таком учреждении Россия сегодня. Слышали? Ну, знаете, у них есть глобальный проект на русском языке, на английском, извините, на английском языке. У нас просто смешно, как критикуют у нас RT на западе. Но это и смешно, и грустно. Потому что на самом деле, то, что Россия сегодня делает, это очень ценная работа. И это представляет русскую культуру. Ну, вот главная страница. Нажимаем travel. Вот моя рубрика. Вот моя рубрика. «Discovering Russia». Здесь вы найдете через этот портал доступ. Недавно вышла 191-я моя статья в этой серии с моими фотографиями. Огромный архивный ресурс. Вы найдете rbth.com. Сейчас, давайте обратно. Это все вам доступно. rbth.com. Так. Нажимаем travel discovering Russia. Это целиком моя рубрика. Московские коллеги создали в 2010-м году рубрику «Discovering Russia» именно для моей работы. Как историк, как искусствовед, как фотограф. И сейчас мы просто посмотрим на новые статьи моей. Церковь Иоанна Златоуста в Коробниках. Вы знаете памятник. Моя фотография и, кстати, протокол, вопрос о протоколе. Фотография не является документом без точной даты. Это моя научная работа. Даже искусствоведы часто не понимают, что фотография без даты, фотография памятника без даты, это не документ. Это не документ. Так что здесь вы увидите мою фотографию анзамбля в Коробниках 29 июля 97 года. А вот фотография про Кудиногорского летом 11 года. Ну что мы видим? фасады здесь просто остатки побелки. Другие вот фотография 97 года опять 24 июля поближе. Это вид северо-запада это вид с юго-запада здесь вы увидите преображение преображение фрески. Здесь фасады побелили или белили. И вот моя фотография 15 августа прошлого года. Уже без фресок, без побелки. так так это фото сравнение нам показывает судьбу памятника. Что изменилось через вот все эти перипетии 20-го железного нашего века. Вот вы видите преображение золота в лазуре. И еще вид Волги. Он в Путоколе Горске насколько мы знаем не фотографировался в Волге. Это мой вид с берега Волги. Так что по Куденгорске с северо-запада с колокольни. А мой вид с востока колокольни уже просто кипричная кладка. Вот здесь остатки побелки. Здесь поближе и это все мои фотографии 27-го и июля 97-го года. Керамика в август 2017-го года. Святые ворота а за ними Волга. Ну другие. Фото сравнение. Так что этот проект спонсоры уже нашлись. Если все получите ту-ту-ту большая книга выйдет. Русская архитектура в фотографиях про Кодина Русского и Уильяма Бумфилда. Сто лет спустя. Какие изменения? фотосравнение. если мы вернемся иногда ну вот Паултага и фотографии 2006-го года. А потом церковь деревянная церковь разрушилась. Сейчас восстанавливают. А вот фотографии про Кодина Нагорского фотосравнение. Вот видите деньги кончились на реставрацию. И такой хороший провинциальный классицизм с датой 2006-го года. И внутри такие своды но трещины очень серьезные трещины. Так что мониторинг. Наши друзья здесь в школе наследия они понимают что такое мониторинг. Я этим занимаюсь. Ну иногда это искусство. Одно другому не мешает. Документальная фотография это искусство. Искусство даже высокое искусство. Так что спасибо московским коллегам в России сегодня что они создали что они поняли значение этой серьезной работы для изучения для изучения русской культуры. Давайте церковь Иоанна Плетечи в Толчкове тоже. Это моя фотография еще и вот фотография Прокудина Горского с точными вот подписями и так далее. Вот моя фотография ну какие ну во-первых икон больше нет вы видите моей фотографии тоже 17 года икон нет икон нет А вот я нашел вот этот вид Верещагина он вернулся из Средней Азии кстати и стал заниматься в 1888 году русской русскими памятниками особенно вот на Ярославщине северной галереи вот этого великолепного храма люди ждут священника вот паломники элегантная дама в черном платье вот моя фотография так я сделал здесь исключение не только работа про Кудиногорского это фотография про Кудиногорского а я включил все-таки картину Верещагина Василия из любимого моего города Черповец недавно у меня вышла книга о Черповце вот моя фотография с западной галереи и вот Верещагин здесь сидел вот здесь сидел Верещагин про Кудингорский снимал главный портал я не хотел просто повторить так что вот фрагмент его фотографии вот у меня общий вид общий вид западной галереи вот видите архангел Михаил видите вот он моей фотографии вот фотографии вот 92 года просто для сравнения ну ладно так что и эти ресурсы вам доступны ну ладно на английском языке вы все умеете по-английски это для вас не проблема но фотографии с датой это доступно даже без знания языка про Кудингорский и сто лет спустя вот про Кудингорский вот про Кудингорский летом 11 года вот Брумфилл сто лет спустя вот это же место но слава богу что фрески сохранились слава богу хотели снести этот рамп рядом вот здесь большой химзавод если вы были на этом месте вот в этой церкви знаете буквально за этим храмом есть забор так что спасибо слава богу что это все сохранилось что есть о чем говорить есть с чем сравнивать и еще хотел вам показать другой ресурс надеюсь что вы записываете все эти ссылки адреса потому что будет зачет будет зачет в конце лекции так coldinfo.ru вологодский сайт как я люблю Вологду любимая дорогая Вологда Вологодщина столько там поэтов писателей художников это их сайт coldinfo спускаемся спускаемся вот информационный проект фото проект Уильяма Бромбилда гениальный сайт на русском языке и на английском языке сердце сайта конечно фотоархив 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 интерактивная карта здесь размещено ну какое количество по-моему 36 тысяч моих фотографий вот архангельская область интерактивная карта ну скажем ну давайте архангельская область давайте каргопольский район каргопольский район каргопольский ледыны давайте откроем вот панорама с покровской церковь 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 покрова это настоящий архивный научный сайт здесь все мои фотографии с точной датой со всех сторон и внутри нажмем на весь экран господа этого уже нет существует только в моих фотографиях вы наверное слышали о пожаре в ледимах 5 мая 2013 года от удара молнии и этот храм сгорел вы можете посмотреть это ютуб есть гром от воду видите но все равно это пасхальное воскресенье утром удар молнии церковь и искусство отнутри сгорело дотла вот зимний мой вид ой как люблю а это север такой снегопад пурга горизонтальный снег прямо вы видите снег только на этой стороне на западной стороне такой сильный ветер такая красота лирика лирика но я вам добавлю когда фотографировал вот эти зимние виды проходили местные силчане пацаны и они ну не совсем щепотом но не очень доброжелательным тонном вы понятия не имеете как мы здесь живем ну извините конечно после 91 года много исчезло я понимаю что здесь трудно жить но такая красота но им не до красоты а сейчас этого нет сейчас нет только фотография фотография это машина времени это нам показывает что было в каком состоянии а сейчас остатки сосны спасли вот соседний зимний храм боговление но и церковь и колокольня сгорели сгорели так что вот это все вам доступно колокольней уже нет летний вид 98 года слов нет памятник федерального значения никто не виноват никто не виноват не виноват внутри такое расписное небо это все но можно воссоздать храм как макет а это восемь архангелов четыре евангелиста господ саваоф прекрасные милые серафимчики распятие нет нет но это вам доступно ирусалим и это вам доступно через вологодский сайт огромная моя благодарность такой добросовестному за их добросовестный труд так что без русских коллег без Алексея Ильича Комича без его коллег без Давида Ашатовича Ашатовича Сакисиана который открыл первую мою персональную выставку в музее архитектуры вот в сентябре 2001 года русский север свидетельство Уильяма Абрумфилда кстати вот в древнегреческом языке свидетель это мученик ну это другая тема то есть свидетельство о судьбе культуры о судьбе страны так что работа с коллекцией Прокурья Горьского переплетается из моей работы и мы будем дальше публиковать в эту пятницу выйдет 192 статья в моей серии фото сравнение с фотографиями Прокурья Горьского это будет прекрасная церковь в Костроме в Костроме следующая статья будет в прекрасном храме в Костроме в воскресенье на Дебре может быть слышали тоже очень сложная судьба 20 веке но восстановили колокольню так что я вам советую вот статья выйдет в пятницу если все по плану и с нашими коллегами не шутят они выполняют свой долг так что выйдет и я прошу вас есть такое слово залайковать или лайк это глагол лайкнуть так что прошу вас прошу прошу его может даже добавить о столько комментариев вы можете добавить вот ваши комментарии вот к этой статье здесь так приятно с вами бывать я даже сколько сейчас времени я наверное вас совсем утомил может быть сейчас но да давайте еще сделаем ну как заключение судьба моей коллекции я сейчас ну половина сохраняется потенциальная галерея искусства в Вашингтоне но есть еще наверное 30 тысяч депозитивов которые я еще не отсканировал не идентифицировал это включает почти всю Москву потому что я начал именно с регионов я думаю это более менее неизвестные места кстати у меня прекрасные фотографии авангарда русские коллеги россии сегодня они написали статью о моей лекции в еврейском музее в феврале вот мои фотографии опять мониторинг 84 года дом наркомфина вот с бельем дом мельникова какого года 84 года дворец культуры завода имени лихачева 94 года интерьер как люблю прекрасная фотография такое чувство пространства это весныны братья весныны в начале 30 годов проект вот гараж уникальная фотография 94 года там еще были ремонтировали и карусы когда я там был спец пропуск спец пропуск просто так нельзя я получил разрешение великолепное здание мельникова константина как собор это как клерестери готическом соборе как свет ну через день но все равно да 94 года мои фотографии интерьера гаража я когда я показывал эти фотографии сотрудникам музея у нас нет ни одной фотографии этого времени ну это клуб в городе чекистов Екатеринбурге 99 вот белая башня для завода Уралмаш слава богу спасли отреставрировали моя фотография 99 года прекрасный конструктивизм в Новосибирске сохранность лучше чем в Москве будем говорить откровенно госбанк тоже Новосибирск 99 край исполком Новосибирск очень хорошем состоянии теперь уже небоскребы высотки и так далее опять фотографии с датой показывает более-менее чистом виде далее восточный банк Хабаровск 2000 года есть у меня более поздние фотографии люблю Хабаровск вообще в России нет любимых мест для меня часто спрашивают какое у вас любимое место ну там где я сейчас нахожусь все интересно все отражает очень сложную историю все отражает великую культуру так что я просто хотел чтобы вы видели чтобы вы знали о таких ресурсах которые доступны и в основном у меня у прокурат деда одни цели он думал о фотографии как способ просвещения способ просвещения была очень благородная цель у него видит великолепие культуру культуру русской империи было много сложных вопросов это отдельная тема для разговора но его работа для нас это огромное сокровище то что он изображает это творчество великой великой культуры но мы обязаны заботиться об этой культуре я вам скажу я не вмешиваюсь в политике я не вмешиваюсь в таких острых вопросов я не подписываю петиции это для местных которые живут такие часто спрашивают какое у вас мнение ну иногда есть у меня мнение но в основном я не вмешиваюсь в местных делах но зато фиксирую то что есть в определенный момент Прокудин-Горский тоже этим занимался с огромным аппаратом при очень сложной обстановке при очень сложной обстановке между двумя революциями очень много интересных вопросов если тщательно изучать его фотографии но это уже другая тема надеюсь что моя коллекция все это в конце концов спасется может быть это будет доля моих коллег в России я в моем возрасте думаю успею ли но никогда не скучаю это огромная задача спасибо коллегам спасибо друзьям на севере в Вологде в Череповце в Москве в Петербурге в Хабаровске спасибо за такое добродушное щедрое отношение к моей работе к моей судьбе как очарованный странник спасибо спасибо большое спасибо за вашу лекцию мне кажется мы прикоснулись вот к тонкому краю огромного материка или континента который сформирован на протяжении практически всей жизни господина Бранфельда и в конце прозвучало слово которое у меня очень стревожное сказало надеюсь что моя коллекция спасется будет спасена и здесь возникает вопрос метода работы господина Бранфельда во-первых как формируются маршруты как вы выбираете место куда вы поедете ведете ли вы дневниковые записи есть ли у вас помощники я например захлебываю с тех фотографий которые я делаю у меня нет времени на их систематизацию вот этот материал который Вологодская область и сайт Вологодский мы посмотрели один памятник а посмотрите там картографически представлена практически вся Россия по регионам это огромная работа это не просто сфотографировать а архивировать систематизировать поставить все даты вот как вы с этим справляетесь конечно детради есть я их держу с 70 года так что это все вся моя работа в России в конце концов есть записки но это не дневник но записки я знаю где что когда это научная работа это фундаментальная архивная работа и коллеги даже в России сегодня это не архивный сайт но они понимают что дата нужна они всегда изучают так что надо всерьез этим заниматься потому что это такой огромный труд но ты находишься в каком ну в Архангельской области ким же вы знаете как туда добраться туда дорог нет но если ты там находишься надо аккуратно работать надо аккуратно работать так что иначе не могу это просто вы знаете только в Америке они как-то не понимают ты художник или ученый но русские коллеги вот Российская Академия Художеств Уильям Крефт Брунфилл извините историк архитектуре фото художник спасибо Зораб Константинович у меня еще такой вопрос вот когда работал Прокудин Горский я всегда воспринимаю то что он делал это был государственный заказ то есть Россия впервые получала фотофиксацию чем она обладает и это конечно были сокровища Россия художественной кроме всего там конечно были изображения людей в роскошных национальных одеждах мы сейчас когда погружаемся в этот мир людей прекрасного мы видим Россию накануне революции у меня к вам вопрос вот ваш проект это инициатива личная ваша или это инициатива обследования России тоже государства России или Америки и потом второй вопрос за сто лет произошли конечно определенные изменения самими сооружениями и памятниками что вы можете сказать о нашей отечественной рестаурации это второй вопрос совершенно отдельно да 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 нет это моя чисто личная инициатива да ну это не значит что я один это делаю это конечно но помощников нет хотя иногда вот есть если человек рядом пожалуйста помогите помогите больше не могу помогите взять сумочка кофер есть такое кофер ну вот с аппаратом да обычно они видят ну посидите мои ссыные волосы и так далее и так далее так что но в основном это моя работа сколько маршрутов всегда у меня несколько вариантов несколько вариантов и самый перспективный вариант вы знаете Россия ну вы помните слова Гоголя о тройке да главное это путешествие несколько вариантов если коллеги в Челябинске скажут да приезжайте ладно приеду поеду да или в Липецке просто человек был на Алексе в Вологде в областной библиотеке он сказал я из Липецка я вас приглашаю ну ладно через месяц я был столько там интерес елец лебедян ну ладно Липецк ладно ну вот так что и там усадьба Толстого не только усадьба но там где он скончался у меня отдельная статья в моей серии об этой станции Остапова так что везде Липецкая область как вы знаете это послевоенное создание то есть раньше это я даже не помню вы мне скажете какая губерния или какая область но так что я всегда готов но когда меня приглашают я уже знаю умею и знаю что буду делать то есть со всех сторон фиксация если это храм и главное но иногда коллеги они утомляются ну давайте еще есть еще интересное село давайте чуть-чуть дальше чуть-чуть дальше чуть-чуть дальше я помню вот когда это просто был в Читинской области сейчас это другой Заба Забакарийский край да и там вот столько пыли это жара но все-таки мы успели там такие кяхта на границе с Монголией это ну вы понимаете ваша огромная страна это надо просто быть готовым как судьба скажет может в любом направлении варзуга это мормонская область чудесный храм может быть даже посмотрим на мои фотографии этого храма успение божьей матери варзуке ну вы сами найдете мою статью так что вот я просто вот так может быть это не научный подход но зато это очень русский подход а наука это уже потом так а ваш другой вопрос у вас столько интересных вопросов реставрация ну вы же помните я не вмешиваюсь но конечно есть очень серьезные очень серьезные у вас специалисты например Саша Попов Александр Попов я помню в 70-е годы когда он отреставрировал великолепный памятник ой верхней оптюги по-моему извините да получил госпремию и там без обшивки а сейчас недавно он отреставрировал церкви в цепени около Ферапонтова давайте сейчас если посмотрим ну если найдем не найдем то здесь столько статей ну сколько можно в конце концов это просто чересчур но может быть сейчас найдем Нилстол Столобенский монастырь ой как хорошо там благо сейчас сейчас а Погорелого видели вот видели это Косрамская область удивительно богатый крестьянин построил ну ладно отвлекаюсь отвлекаюсь давайте 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 ниже я просто хотел вам показать вот сейчас церковь коровь столько интересных вести раньше были слайд шоу а во во вот чудо в цепени постановление русского деревянного храма ну вот мои фотографии и подписи есть с датами вот как сейчас а вот моя фотография девяносто шестого года во вы видите так теперь он немножко по-другому и есть хорошие причины для этого то есть теперь он обшивает а раньше он не обшивал а сейчас обшивает но когда обшивка мы не видим конструктивные детали то же самое в арзуке слава богу я там был в 2002 году это на полярном круге вот это морбанская область не было обшивка а теперь обшили так решили пожалуйста я не против я не вмешиваюсь но когда с обшивкой конструктивные детали не видны так что вы знаете это здесь очень сложные вопросы единого ответа нет хотя можно вечно спорить ну бензопил все таки можно работать или нет то есть это детали и это серьезные детали и попов он против новых способов работы я извините я просто немножко перефразирую вот он мог вот 96 вот видите а вот этот значит вот все эти конструкции эти детали больше не видны так что есть хорошие но вопрос часто в деньгах где ресурсы финансовые где приоритеты например в Кажековском районе что восстановить Покровский храм как макет или вкладывать на реставрации в других деревянных храмах в этом же районе который тоже под угрозой так что здесь очень серьезные вопросы финансовые так что нет чистых вопросов о реставрации о подходе здесь очень много факторов очень много так сказать то публика большая и требований много так что я оптимист я думаю все таки хорошие люди будут восстановить но судьба авангарда в Москве это немножко тревожка у меня вопросов нету я комментарии я просто очень рад во-первых видеть господина Брампельда очень давно не видели но вы знаете это конечно человек уникальный вы сами видите я не знаю в России честно говоря ни одного человека который может сравниться с господином Брампельда не может просто так потому что когда приезжаешь в самое глухое место неожиданно в деревню в городок начинаешь разговаривать с людьми с музейчика оказывается там уже был господин Брампельд я просто не знаю такого места он все время опережает это совершеннейшая фантастика и вот эти фотоальбомы которые он сделал по отдельным уже городам ну Тотьма например только что говорили вот это конечно вещь уникальная потому что он всюду оставляет свой след след такой что в общем-то по которому мы должны ну и завидовать и гордиться гордиться что в общем-то все-таки такой человек как господин Брампельд вот живет вот в нашей в нашей культуре что фактически это стала его страна это его культура и это совершенно замечательно конечно конечно на самом деле проблема вот это о чем сказал Газарин Брампельд это проблема науки и искусства то есть фотохудожник или ученый вот на его примере мы видим что оторвать это невозможно потому что проблема вот мониторинга о котором говорили это одна из важнейших потому что вот сейчас теперь эти фотографии которые мы видели это уже документы это документы по которым в общем мы будем жить дальше это невозможно их проигнорировать и проблема вот той же реставрации да по лединам говорили что лучше сделать ли предположим Покровский макет или деньги на другой но уже там уже сделали фактически макет мы опережаем мы вообще очень любим макеты и очень не любим сохранять то что есть это наша традиция к сожалению когда мы говорим вот я не буду говорить уже о проблемах инставрация а тем более о деревянных памятников это особая совершенно в общем-то тема мы в течение долгого времени будем обсуждать и не придем к общему мнению так что я просто очень благодарен я очень рад вас видеть во-первых очень давно не виделись спасибо вам большое да огромное спасибо за безупречное чувство юмора просто удовольствие какое-то слушать и я везде был практически где что вы показывали но в вашем с вашим акцентом это просто вот слушается с таким упоением спасибо огромное вопрос личный вы так так вкусно сказали херувимчики вот а или серафимчики ну какая разница серафимчики херувимчики вы так подробно занимаетесь страной а по вероисповедованию вы кто это первый вопрос это первый вопрос а второй вопрос ну вот я просто думаю ну вот у меня сын там начнет заниматься какой-нибудь эфиопией там да ему так это понравится поедет туда значит вот как ваши близкие родные семья отнеслись к вашему вот этому увлечению и поддерживают они вас или наоборот не понимают но я понимаю что это личный вопрос если вы сможете на него ответить то я лично буду благодарен легче конечно о первом вопросе я протестант верный сын американского юга значит протестант я помню как мы с мамой вот у них там литургии нет искусства нет ну есть вот музыка это есть ну и бах это патистантское наше наследие но в основном это довольно простая религия зато мы с мамой читали библию сначала до конца я много уже забыл но я сейчас немножко сейчас беспокоюсь наш молодежь может быть я просто типичный старик но это наша молодежь мало читает библию это для меня библия это фундамент любой культуры это не важно христианин мусульман еврей или вообще атеист но все-таки библия это фундамент фундамент я так считаю это лично моя вера так что протестантские мои иконы они дали мне вот это чувство просто без библии а где иконография где иконография так что ну я вам скажу я редко хожу протестантской кирка если хотите я чаще бываю гораздо чаще бываю в православных храмах но стать православным это мое чисто личное дело если стану по божьей воле никто об этом не будет знать что касается второго вопроса я просто скажу я посвятил свою жизнь науке науке о России более подробно я не буду говорить но я сделал свой выбор и не не жалею так что ну это сугубо личный вопрос так что больше не буду об этом божьей спасибо спасибо еще раз тоже ты ты с половиной зала наверное за вашу лекцию замечательную за то что вы приняли приглашение у меня несколько может быть вопросов в одном и все они связаны конечно с атмосферой и контекстом вы сказали что вы вне политики но мы понимаем каков контекст какова атмосфера сегодня там размен семью дипломатами мы можем снять эти вопросы я не настаиваю но мне конечно хотелось бы спросить вас о некоторых вещах ну вот например я вижу запись лекции в посольстве в Москве когда посол кажется уже бывший говорит вот сейчас выступит профессор Бранфельд его позиция не совпадает или может не совпадать с позицией правительства Соединенных Штатов я даже не спрашиваю что он имеет ввиду имеет ли он ввиду любовь просто да имеет ли он ввиду какие-то ваши высказывания были ли такие вообще но мой вопрос в действительности немножко другой вот что такое вы упомянули о слепоте в начале да что такое может быть американская русистика или американская словистика словистика это широко наверное американская русистика какова она с точки зрения слепоты и зрячести вот возможен ли сейчас ваш взгляд на Россию в сколь-нибудь широком и представительном сообществе ваших соотечественников или вы ощущаете свое одиночество в этой области не знаю как еще лучше это сформулировать здесь возможен сопутствующий вопрос один другой третий но вот это главное наверное да я уверяю вас я каждый день об этом думаю одиночество это сейчас такая миазма у нас пишут такими стереотипами ну есть коллеги которые понимают мою работу но я вам скажу что наши словисти редко бывают в России я даже знаю коллег я очень ценю их труд как литература они считают то что ценное в русской территории это то что мы извлекаем понимаете из России не надо нам там бывать ну это может быть крайность ну все таки есть такой взгляд так что не хочу критиковать но все таки я чувствую это одиночество отчасти это чисто по формальным причинам опять ты ты что потому что искусствоведы наши не занимаются русской архитектурой не занимаются единственное исключение это конструктивизм и это небольшое исключение а слависты не занимаются архитектурой историки самые вот толерантные люди потому что мои фотографии нужны для их книг так что пожалуйста мы ценим мы вас любим но вообще не понимают и это очень политический вопрос конечно но более подробно ну это тема для другого разговора но спасибо за этот вопрос потому что действительно я переживаю но мы просто не видим Россию не видим ну спасибо коллегам в России сегодня у меня тысячи имен я рассылаю два раза в месяц вы дополучаете эти ссылки пожалуйста запишите свой адрес и я вам отправлю мы можем сделать простите мы можем сделать такой подписной лист возле книг и действительно вы будете получать рассылку от мистера Бранфельда каждой новой статьи да да так что опять это столько труда надо все таки чтобы все участвовали в этом процессе чтобы они видели тот кто ценит русскую культуру должен видеть эту культуру а у нас все-таки ну это уже довольно так сказать пикантный разговор думаю есть свои взгляды о корифеях таких университетах как Гарвард которые считают что все знают все знают и на самом деле ничего не видят но я очень рад что я там был спасибо это было там огромные возможности но в конце концов это нам не интересно так что в конце концов я веду партизанскую борьбу против слепоты да да и когда мне говорили как говорили да не надо этим заниматься буду этим заниматься упорство упорство это вот абсолютно это нужное качество в этой борьбе и в конце концов я это делаю для себя я это делаю для себя то что вы здесь видите для меня это суть моей жизни я есть вот этот человек спасибо спасибо и если можно второй вопрос второй вопрос легче наверное будет он более технический ограничивали ли вы себя до 91 года или после границы российской федерации открыта ли для вас белоруссия украина проводите ли вы такую черту есть ли у вас путешествия белорусские украинские возможно ли это для вас сейчас как для русиста ну это опять это любимое мое слово мистика как я попал в киев вот в конце 79 года до сих пор не совсем понимаю может быть и были были слили которые но бруфил все-таки да пусть поедет мы не не пропускали в ростов великий но за а в киев чернигов якобы я сопровождал одного студента у него родственники там были да студенты мои это как щит вот вы знаете они меня сохраняют так что особенно здесь в России я им просто очень благодарен когда ведешь партизанскую борьбу не не всегда помнишь кто кто помогал кто помогал а иногда просто студент который хотел куда-то и меня назначили но вот сопровождающим не не могу понять я только вам скажу все в конце концов получилось первая книга вышла я все поставил на эту книгу в конце концов она вышла а после этого следующее 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 не всегда приключения как жизнь без приключений так что это очень глубокая тема вот сейчас вы бываете в белоруссии например то есть или вы все-таки ограничиваете очень хотелось но не успеваю страна у вас огромная я еще я еще вы вы выбрали какую фотографию для анонса щадринск я не был щадринск зачем мне минск я еще не зачем мне рим я еще не был щадринск это отлично спасибо господин уильям брамфилд большое спасибо за вашу лекцию у меня несколько вопросов есть к вам знаете ли вы фотографа ивана борщевского один из первых конечно конечно архитектуры богатая коллекция у него в музее архитектуры кстати второй вопрос вот во время вашей съемки как раз по местам съемок паркудингорского снимаете ли вы с той же точки с которой снимал паркудингорский либо вы любите искать новый ракурс и снимаете обязательно с нового ракурса ну обычно я немножко по-другому чем он но иногда повторяю повторяю это если там изменения есть тогда я показываю что сейчас а что было спасибо и такой вопрос а если в Америке такой исследователь из России который как и вы снимает американские храмы усадьбы ну архитектуру американскую ну просто там просто совершенно другая архитектурная среда но есть серьезные серии путеводителей вот по-моему все началось началось в 30-е годы и да конечно есть ну как сказать памятник это то что отражает историю в конце концов памятник памятник не есть в Америке ну я живу в Новом Олеане и там но самое старое здание сейчас кстати господа трехсотлетие Нового Олеана да почти раввесник Петербурга Петербург основался в 1703 году а Новый Олеан в 1718 году обе вот построены на болоте ужасное место но все-таки река Нева Миссисипи все-таки река окно окно да так что и вот французские военные инженеры они что касается планировки я говорю да в Новом Олеане Петербурге так что вот вот видите так что в Новом Олеане и действительно есть памятники старинные условно говоря условно говоря начало 18 века но у нас у вас совершенно другой диапазон начиная с 11 столетия новгородские церкви а еще на Украине еще постарше так что но в Америке тоже есть хорошая работа люди которые этим занимаются и тем более современная Фрэнк Ллойд Райт вот такие корейфеи так что есть чем заниматься у нас спасибо и вот последний вопрос как вы относитесь к современным видам архитектурной фотографии в частности к съемке с дронов с квадрокоптеров у вас есть квадрокоптер и если есть пускают ли в Россию вас с ним спасибо только если я там нахожусь а все остальное ну пожалуйста против этого ничего не имею ничего не имею ну я этим не занимаюсь а про Кутенгорский кстати он лазил по колокольням а сейчас многих этих колокольн нет кое-где восстанавливают но как раз в Щадринске вот этой колокольни нет фотографии про Кутенгорского но восстановили храм восстановили храм преображение действует спасибо большое за приятную встречу за ваши интонации любовные обращенные к нашей архитектуре у меня такой вопрос вот если церковь разрушена до основания если она сгорела дотла и если ее восстановили она представляет представляет для вас интерес вы будете фиксировать ее вторую жизнь если я если я там буду конечно да вот конечно представляет интерес следующий раз когда я там буду я сфотографирую конечно это не единственный случай кстати есть другие где деревянные храмы по разным причинам просто исчезли а потом перестроили восстановили как хотите конечно я фотографирую абсолютно без вопросов я имею ввиду то есть для вас это полноценное продолжение жизни храма да спасибо да я давно за вами слежу и наблюдаю благодаря сайту раше 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 бьем и вы для меня первооткрыватель в каком отношении вы для меня человек который поборол стереотипы ну вот пример человека который смог побороть стереотипы и стереотипное мышление а я вот тем же самым похвастаться не могу я понимаю что та среда информационная которая сейчас вокруг меня она мне навязывает определенные стереотипы мышления ну там о вашей стране или вообще о мировой обстановке вот если у вас какой-то опыт личный победы над стереотипами вот как стереотип навязываемый вам может быть побежден лично вы знаете надо просто работа по-честному если ты любишь свою работу все остальное ну это как получится это как получится иначе работать просто невозможно не надо просто всегда думать ну можно думать о стереотипах можно и нужно думать об этом что это вредно такие стереотипы это приносит вред но нет надо просто заниматься любимой работой хотя утомительно хотя иногда падаешь духом иногда есть конфликты но в конце концов надо просто ну как в библии без любви ничего ничего не получается так что вот в конце концов это все спасает и спасибо россии что ну россия открыла в буквальном смысле россия открыла мои глаза так что борьба с стереотипами это вот пожалуйста моя работа и надеюсь что вопреки всему все эти политические игры но эта работа пока я в состоянии эта работа будет выходить это лучший ответ стереотипа добрый вечер хотела вас поблагодарить за вашу честную лекцию за вашу откровенность потому что когда вот слушаешь вас очень много для себя нового открываешь вот большое вам спасибо и хотела вам задать вопрос вот вы уже очень много видели наверное даже нам никогда не удастся столько повидать сколько вы и хотела вот спросить если у вас любыми предпочтениями допустим там деревянное зодчество или каменное какие стили архитектурные вам больше всего нравятся и наверное как художнику вам сложно будет выделить но все-таки есть ли какой-то архитектурный памятник в России который вам очень нравится который вдохновляет спасибо ну спасибо за вопрос я думаю в начале лекции я говорил что все нет неинтересных местах мест в России то есть все мне интересно я честно говорю но если об уникальном памятнике ну слава богу что наконец снесли вот это забыл слово для проводов около покрова наняли снесли опоры опоры да 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 слава богу что снесли в конце концов но вы знаете о чем я вы там были наверное или видите фотографии там были вот эти огромные сооружения с проводами да 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 слава богу что нашли ресурсы чтобы их снести так что это божественный памятник теперь виден без современных торжений храм покрова наняли для меня столько раз я там такой диапазон начал фотографировать зимой 72 года обратно с моими студентами 90-е годы через через вот как это лужайку через поле это конечно это что-то феноменально но я на севере гуспенский храм в арзуге теперь обшили но когда я там был в 2002 все эти повалы и другие срубленные элементы они были видны но конечно преображение кижа хотя вот это хрестоматин не памятник но все-таки удивляет василий блаженный но это как для туристов и ценнейший памятник и спасибо андрею баталову что который вот сейчас архитектор в кремле который занимается она уже много лет этим занимается этим храмом ну мы будем здесь долго если если назову вот все такие памятники это так что главное что есть современный вот дом нарком финна то есть для меня это все интересно все интересно другой другой вопрос как судьба когда лишь когда в дальнейшем что будет с этими зданиями но это все в ваших руках это ваших руках скажите пожалуйста как как вы предпочитаете видеть свою коллекцию вот так вот разделенные по регионам какой-то кусочек вологде посвящен и фиксирован на вологде какой-то там какие-то другие там что-то вы закончите свой проект с москвой вот с одной стороны допускаете ли вы разделение своей коллекции по региональному принципу с одной стороны а с другой стороны возможно ли что ваша коллекция пополняется работать других художников нет нет это это абсолютно исключено а чём вы можете разве ради бога я не против работы другие есть другие способы другие сайты есть сайт собор и ru там тысячи фотографов тысячи фотографов но моя коллекция моя коллекция как вы мечтаете ее видеть как он ведь интернет в конце концов в электронном виде да 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 интернет но это конечно огромный труд потому что надо архивировать надо идентифицировать так что вот масса технических вопросов но в идеале я хотел бы во первых было хорошо если бы моя коллекция была здесь в россии во вторых хотя вот это чтобы вся коллекция была до была доступна и как это только через интернет увидели волгодский сайт так что ну мне надо подать и духом я что будет что будет то будет я еще должна сказать что это наша большая беда что что вы родились так поздно и не зафиксировали то что у нас было до войны вот ну мы сожалеем я я родился только в июне сорок четвертого года так что вот ну все таки все таки все таки все таки это это война это серьезный вопрос опять на западе не понимают не ценят советский клад так что это я понимаю другой вопрос двадцатые годы разрушения двадцатые годы все это да 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 конечно конечно спасибо друзья но действительно наверное мы будем заказки заканчивать если нет острых вопросов у зала еще а со своей стороны я хотела бы сказать две вещи мне кажется вот нам была явлена воля протестанта в большой степени с ее очень большой строгостью самоограничением и знаменитой протестантской этикой вот это воспитано матерью конечно и эта часть коллекции которые нам показывали это надо принимать во внимание конечно это очень сильно второе два раза сказали что про два окна упомянули петербург и новый орлеан я думаю что господин брамфельд это вообще сам окно человек окно который является связующим звеном между огромной россии и западом я должна сказать что вот страшная история железным занавесом которая вырвала русскую архитектуру и градостроительство из контекста изучения мировой архитектуры как на западе так и у нас началось это в конце 30-х годов и я вспоминаю потрясающих исследователей здесь у нас в россии я вспоминаю двух аяксов это алпатов и брунов который не смог за всю свою жизнь опубликовать главный труд своей жизни это русская архитектура в контексте мирового развития его рукопись до сих пор лежит под спудом в российской библиотеке в какой-то степени из русских исследователей это лакунов исполняет сейчас дмитрий олегович шведковский вот он является таким мостом очень сильным между россией западным но на западе если вы придете в любой стране в книжный магазин академический в отдел архитектуры и спросите где у вас россия здесь подойдете там вы увидите огромное число книг по конструктивизму но по русской архитектуре в историческом развитии это будут книги бранфилда поэтому это действительно человек окно и я хотел бы от вас поблагодарить во-первых за его знание русского языка за остроту ума и юмор и потом за удивительно искренность открытость добросердечие которую нам всем продемонстрировал это не напускное не театр это мне показалось абсолютно естественное состояние человека и мы от этого получили удовольствие большое спасибо надеюсь да и конечно пожелать здоровья неугасаемого энтузиазма побывать в тех местах где вы не были и главное подумать очень хорошо о судьбе коллекции потому что она абсолютно уникальна вот интернет и цифра дает возможность вообще стереть все границы но как это технически сделать чтобы человек в любой точке мира имел доступ к вашей коллекции это большая проблема и финансы и человеческие ресурсы я желаю вам помощников преданных и хороших большое спасибо